Симферополь Денис, знаете, как уже стали говорить Заставь Дорстрой Богу молиться Так он все улицы перекроет Или, как говорят, при излишнем энтузиазме Можно и лопату сломать Или проблема не в подрядчиках Кто в действительности, на ваш взгляд, несет ответственность За тот бардак, который происходил И отчасти еще имеет последствия в Симферополе Говорить о бардаке, наверное Не совсем может быть корректно Некие огрехи все-таки присутствовали В организации самого процесса Но на сегодняшний день Все эти моменты достаточно В оперативном порядке отрегулированы И в принципе по всем направлениям Месяц по-вашему это оперативно? Вот это длится, месяц по меньшей мере? Ну не месяц все же, недели две Бардак, по-другому не назовешь Ну что касается мусора Тут нельзя сказать, что Проблема только в мусоровозящих компаниях Либо в самой системе Тут отчасти, наверное, и сами граждане Не совсем корректно по отношению к самим себе В настоящий момент Навалы, которые организовываются на площадках Они не возникают из ниоткуда Мы зачастую наблюдаем такие моменты Когда пустая площадка контейнерная К ней приносят пакеты Не кладут внутрь контейнера А рядом бросают А может некуда класть? В пустой контейнер, я думаю, всегда найдется место Бывали случаи, когда просто некуда? Я не говорю про все площадки в частности Но тем не менее, такие примеры тоже есть И там, где упал пакет Через некоторое время образуется полноценный навал То есть свалка И после этого попадает фотография в сеть И шум по поводу того, что не вывозится Денис, я хочу сказать, что это не единичный случай В принципе, но я не зря начал именно с дорог Потому что мы, безусловно, перейдем к мусорной проблеме Но не зря начал с дорог Потому что, возможно, это явилось в какой-то мере первопричиной Потому что пробки доставляют неудобства Не только жителям столицы Но и, в частности, коммунальным службам Анатолий, ну вот действительно, у нас техника есть Асфальт у нас есть У нас даже тротуары есть А дорог нет Вот вместо этих дорог, наверное, все-таки пробки А общественники куда смотрят? Александр, прежде всего, есть деньги То, чего у нас всегда не хватало при Украине Появились не просто деньги А, наверное, просто слишком много денег Которые чиновники, к сожалению, не могут нормально приложить С умом, чтобы оно было Чтобы люди получили какой-то позитив Чтобы они увидели эту заботу Получается, к сожалению, только негатив Ну, вот, где не заговорить Но это молодец Вот чиновник виноватый всегда Да, это не первый раз Он не первый и не зачинатель Виноваты люди, да Люди у нас свиньи Люди у нас мусорят Они производят слишком много мусора Которые бедные коммунальщики Не могут нормально взять, собрать и вывезти Не могут посчитать, сколько им надо техники Вот этот хаос, наверное, начался с 2012 года Когда была закуплена техника Мы видели и выезжали, когда в Каменку Стоит прекрасный мусоровоз со свежей красочкой Казалось бы, ему работать и работать С 2012 года у него выбит номер Мерседес Нельзя, он жену Ему сто лет работать Мы знаем, Мерседес это такая техника Но она просто разворована, растащена Все брошено Ну, это предел безхозяйственности Безответственности и бесконтрольности Вот эта городская власть все-таки Должна работать для людей Она должна заботиться о коммунальном своем имуществе Со мной вот выезжали там в Каменку Представители частых Мусоровозозащих Как бы те, кто занимается в частном порядке Они так смотрели на ту технику Разграбленную Я спрашивал у них А как бы вы бы к этому Ну, вот, такой технике бы отнеслись Они говорят, даже вот это можно взять Восстановить И оно будет работать у нас У нас такое работает У нас работает по 10, по 20 лет И оно работает А вот так вот взять Там спустило колесо Поставить на прикол Потому что уже Или дворник там что-то отлетел И начинается разборка Начинается разворовывание Вот этой техники Это, конечно, абсолютно неправильно Из-за всего Вот те вопросы, которые вы задаете Да, кто виноват За все в городе отвечает городская администрация Это прописано в законе О местном самоуправлении Там четко написано За все, что происходит С дорогами С организацией движения За все отвечает городская администрация Ну, кроме, видимо, Симферополя Потому что в этом случае За Симферополь Почему-то ответственность Понесли республиканские власти Именно им пришлось вмешаться в этот процесс Денис, я знаю, что вы входили В мониторинговую группу По работе с администрацией Симферополя Которая должна мониторить В том числе и работу подрядчиков И, господа, у нас получается Контролеров больше, чем дорожных рабочих Чем исполнителей Может, реально стоило бы Вот просто выдать каждому в руки лопаты Тогда быстрее бы процесс пошел Ну, не совсем Ведь наличие оперативной информации Оно зачастую предупреждает В последствии какие-то происшествия Либо негативные моменты В том или ином процессе К примеру, вот из семи мобильных групп Которые мониторили город В формате практически 24 часа в сутки Ну, действительно, там находились Компромиссные решения Только потому, что мы видим Что на протяжении определенного промежутка времени Вот если, в частности, касаемся мусора Проход техники убор Уборка Через часа четыре Мы снова видим там навал То есть, если на все эти моменты Отдельно закреплять Там, нанимать человека Это дополнительные расходы В настоящий момент ситуация понятна Да, промониторили маршруты Промониторили контейнерные площадки Понимаем, где нужно два раза проходить техники Где три раза в день То есть, под это будет оптимизироваться маршрут Соответственно, чтобы в дальнейшем Даже при существующем количестве техники Можно было оперативно и качественно отрабатывать маршруты К примеру, замечательный момент Да, у нас навалы Но навалы сейчас осень В этом замечательного нет Я имею замечательный выход Нашли Существует навал Навал, осень Это листья, ветки, обрезки Там же добавляется какой-то пакет С твердыми коммунальными отходами То есть, ну, такая куча мусор Использовать бункеры Было в наличии у Мупакоград Некое количество лодок Так называемых лодок, бункеров Расставили в местах Где, скажем так Исторически образовывался этот навал Мы уже получили Организованный процесс вывоза Этого навала То есть, он уже выглядит не как свалка А как организованный вывоз Данного мусора Поэтому Такое решение, вот оно пришло Мы совместно приняли это решение И оно эффективно работает Еще древние римляне говорили о том Что дорогу нужно строить там, где люди ходят Это логично Тем не менее То есть, скажем так В текущей работе на такие моменты Может не обращать внимания То есть, то ли какой-то свежий взгляд пришел На данную проблему То ли совместно Плюс, опять же, промониторили Видим, понимаем Где, что происходит В какое время Так что, не могу сказать Что пришли за кого-то Что-то начали делать Просто совместно Начали решать Сложившиеся проблемы Ну, господа Я так понимаю Что в любом случае Вы продолжаете обсуждать Именно мусорную тематику Не знаю, почему она вам ближе Да, меня, например В большей степени беспокоит Именно ремонт дорог Потому что в моем понимании Отсюда все и началось Безусловно У нас с мусором Была сложность Когда, опять же Пришлось вмешаться Властям республиканского уровня Для того, чтобы на тот момент С этой проблемой справиться Сколько прошло? Месяц, два И опять то же самое? Ну, около трех месяцев Но так, может, все-таки Не справляются чиновники Денис А не люди Слишком много мусорят Нет, я, опять же Никоим образом Наших людей не обвиняю Просто нельзя во всем Там обвинять соседа Как говорится Да, нужно Заклянуть и к себе домой Ну, прямо говоря Проблема существует Но ее можно решать И она решается На сегодняшний день Найдены компромиссные решения Которые позволят нам В дальнейшем Избежать подобных коллапсов В дальнейшем не будет Таких мусорных проблем Ну, опять же Если мы будем Уважительно относиться К самим себе В первую очередь Опять же Простой пример Пустой контейнер Мы не доносим пакет Кладем его рядом Ну, Анатолий Я вот хочу Вот вы действительно Говорите на людей Да? Есть Вот большая часть людей Все-таки выносят Мусор в Четко обозначенные места И бросают это в бак Существуют, конечно Да? Те люди Которые могут бросить Где попало Ну, точно так же Как и среди чиновников Существуют те люди Которые берут взятки Но это все-таки Порядок исключения Да? Поэтому Наверное, все-таки Люди здесь ничего не имеют Анатолий Знаете, вот Ну, вице-премьеры Занимаются мониторингом Ну, это нормально Я думаю Это, наверное, не совсем правильно Ну, собрать информацию Вот как это было Седа раньше У меня какой-то большой опыт Работал коммунальный хозяйство Именно Симферополя Это буквально Городская власть Дает задания Своим подчиненным Это буквально 2-3 часа Эта информация будет собрана С объемами Где какая ситуация А мониторинговая группа Вот это ездит То, что элементарно решается Это всегда так было И, честно говоря Меня вот такой ход Немножко удивлял И удивлял многих коммунальщиков Старых, которыми я общался Ну, не совсем правильно И посчитать объемы Все начинается Как вы правильно сказали Все начинается От пути простого человека Простой человек Несет до контейнерной площадки Городская власть Уже за 4 года Можно было просчитать Объемы Которые туда попадают В течение суток Если не хватает контейнеров Значит, их должно быть Ну, если у нас по закону Не больше пяти То в пять Если не хватает Значит, делать Два раза вывоз Если Если вот это уже будет Все налажено Тогда и путь Ну, просчитан транспорт Все должно быть просчитано И все подтверждено Потом Вот взять Раздельный сбор мусора Об этом много мы говорим Но почему-то до сих пор В Симферополе Это не так и Не получило Своего подтверждения И внедрения Если мы знаем Что в контейнеры Там больше 50% Это полезные фракции Если бы рядом стояли Для пищевых отходов Контейнеры И столько же контейнеров Стояло бы Для вот этих вот Бутылки Бумага Стекло Антон, вы очень абсолютно правильно Рассуждаете Говорите правильные вещи Вопрос дефицита транспорта Сразу бы исчез бы Потому что В Тургенево Не надо было Вывозить половину мусора Представляете Вот этот огромный объем То, что там декларируется Там 3-4 тысячи Не надо вывозить Ну вот смотрите У вас уже есть готовые решения Сразу ряда проблем Элементарно А вот Если бы вам предложили Возглавить администрацию Симферополя Согласились бы? Ну никто не предложил Поэтому Я свое мнение Оставлю Но в принципе Но как ЖКХ контроль Я всегда готов Мы давали рекомендации Даем Мы готовы дать рекомендации Подсказать Помочь городской новой администрации Я думаю Наши рекомендации Будут полезны Слышать И в том числе Не только ЖКХ контроль К сожалению Общественную палату Городской администрации Можно сказать Почти не обращается А мы знаем На последнем Пятничном заседании Рядом с главой республики Находился наш председатель Григорий Адольфович Йов Который Сказал Обращайтесь Мы готовы вам подсказать Дать рекомендации И общественное обсуждение Да самое главное Люди будут знать Что нас ждет Самое страшное Почему все эти скандалы И резонанс нехороший Потому что людям Друг неожиданно Они сталкиваются с проблемой Которую они совсем не ожидали Можно было это Заранее все Обсудить И мы бы В общественной палате Обсудили бы И чиновниками Вышли бы на самый оптимальный Лучший путь В том числе и с дорогами Может действительно проблема В том что В администрации Не профессионалы Да Вот все таки Должны там быть архитекторы Должны быть строители Управленцы А там по сути Историки Учителя Там и еще Ряд других специальностей Вот Каждый должен заниматься Своим делом А сейчас кстати Ходят слухи Что вот Лукашев Может быть Займет должность В министерстве культуры Не слышали ничего об этом Вы меня удивили Конечно Ну люди разные говорят Это лишь слухи Я повторюсь Не ну управленец Конечно Мы знаем Да Раньше было Как бы Человек не справился Директор бани Его можно переставить На заведующему складу Номенклатура Называлась раньше Да Его можно было передвигать По горизонтали По вертикали Это была Такая практика Нормальная Советская Но она неправильная Или правильная Ваше отношение к такой Пробой Не ну это Как бы да Такой может быть Не совсем Хороший пример Выращивание кадров Хотелось бы сказать Что в советское время Было очень хорошее Потому что человек Отработал на производстве Его передвигали Повыше стоящий Выше если он справлялся Да То есть это было Выращивать кадров постепенно Сегодня пришли к тому Что кадров К сожалению нет И вот обновенно Ниоткуда появится И вот этой проблемой Надо бы заниматься Вот за 4 года Как мы находимся В Российской Федерации Наверное уже надо Начинать брать Отличников Которые закончили По специальности То в чем вы сказали Да И по профилю Чтобы человек Вот пришел Поработал Где-то мастером Стал прорабом Потом стал там Руководить какой-то Организацией Постепенно Постепенно Уже бы Немножко Пробел бы Уже начали восполнять Ну вот возвращаясь Непосредственно К администрации Денис Я слышал Не слышал А наверняка знаю О том что Всем замам Лукашева Предложили тоже Написать заявление Вы не знаете Они написали Ну совершенно верно Поручение такое Сергею Валерьевичу Такая рекомендация Скажем Не поручение Все таки А рекомендация Сергея Валерьевичу Была дана Ну я думаю Из новостей Мы видим Что часть Александр Есть устав города В котором прописано Если глава приходит С ним приходят замы Когда уходит Глава администрации Соответственно Слагают полномочия Ну это просто процедура Ну вот смотрите Вот вот Хорошо Вот смотрите Ушел Бахарев Уйдут его Ой господи Лукашев Уйдут его замы Да Но сейчас вот Уже Маленко Да Возглавит администрацию города Она будет исполнять обязанности Потому что по уставу На два года заключаются контраты И за год нельзя проводить выборы Как в уставе написано Менять устав можно Но есть ФЗ Который об этом тоже сказан Ну где гарантия Что она не возьмет их на работу снова? И такое ведь тоже возможно? Да Она вполне может И пригласить из них Кто посчитает Кого нужным Я думаю Формировать команду Это ее решение Это будет именно решение Непосредственно Нового руководителя И кого Пригласить она к себе В команду Все-таки Давайте Оставим Выбор для нее Ну потому что И ответственность потом будет На нее Кстати Денис Вот если говорить Это по сути Первая женщина-мэр В Симферополе будет Я не помню Что бы городом Руководила до этого женщина Но тем не менее У Натальи Маленко Большой опыт Работы Как вы думаете Справится ли она С этой должностью? А давайте будем судить По реальным делам Которые будут происходить Ну мы уже судим Несколько десятилетий И что-то оно Стабильно плохо Будем надеяться на лучшее Я думаю Что тот опыт Который Имеет Он поможет И преобразить город Есть опыт 2006-го Руководила Киевским районом Опыт у нее Достаточно Именно Она системный Знает структуру Знает город Поэтому Надежда есть Большая Тем более Я с ней работал Лично знаю Ну Трудоголик Вот так сказать Действительно Готов Она может И круглосуточно работать Жесткий руководитель Как тогда было Господин Ну я бы хотел Вернуться все-таки К теме дорог Потому что Вы все про Мусор Мусор Я понимаю Что ближе К теме ЖКХ Но тем не менее Дороги Это первопричина С чего все началось На мой взгляд Если говорить О подходе подрядчика К ремонту дорог Денис Все мы свидетели Когда нагнали техники Разворотили Ту же улицу Севастопольскую А на следующий день Мы видим Как трое рабочих Пьют кофе Или Крутят лопаты Как это было Были Грехи В организации Самопроизводственного Процесса Но тем не менее Давайте уже Как вы считаете Успеют подрядчики После такого пинка Успеют ли подрядчики В срок Закончить свою работу Пинок Он же не Произошел Одномомент Но он продолжается Этот пинок То есть я не думаю Что если сейчас Там рабочие Остановят процесс Производства работ Что им еще раз Пинок не прилетит Я думаю Будет прилетать Руководство Я хотел вот рассказать Тем более жесткая позиция Сергея Валерьевича В этом вопросе То о чем вы говорите Графики и понимание Кто что должен делать Это должен быть Сетевой график По календарно Каждый день И там должно быть видно Каждая операция Сколько рабочих занято Конечно Если было бы это В открытом доступе Может даже какой-то Ну любая стройка Должна начинаться Это прописан законодатель Должен быть информационный щит Кто-то видел На какой-то улице Информационный щит График Кто заказчик Кто подрядчик Нет Ну точно так же Люди не знали Это серьезное нарушение Да И вот этот график Должен висеть И люди должны видеть И тогда можно было Такой общественный контроль Устроить Сетевой график Где написано Сколько рабочих Работает конкретно Где-то по участкам Конкретной операции К сожалению Такого графика не было Я вот хотел рассказать Сегодня я выезжал на приют По строительству Приют для бездомных животных Находится на Крымской правде Неделю назад Мы обсудили этот вопрос Пригласили заказчика Городскую администрацию Подрядчика Фирму Которая это выполняет Я говорю Я приехал к вам У вас нет графика То есть непонятно Отставание на месяц И в соответствии Уже с этим отставанием Они переделали график Сегодня они его представили Сетевой график Повесили на стенке И наши волонтеры Которые там находятся постоянно Я говорю Вот смотрите Теперь вы видите Кто И можете позвонить Вот этому подрядчику Заказчику и мне Позвоните И скажите Что Вот здесь должно быть 27 человек А на самом деле 12 В любое время суток Там находятся люди Которые смотрят за животными Анатолий Ну вам в принципе Звонили во время Во время этого бардака В Симферополе Я все-таки продолжаю Называть это бардаком Вам звонили люди Простые крымчане Жаловались С просьбами обращались Ну у нас же КХ контроль В основном Общественная палата Заявки по мусору идут И сейчас по отоплению Вот это две основные Такие шквальные А что с отоплением Есть сложности снова С отоплением Да вот неделю Уже шквал звонков Большая проблема Денис Видимо все-таки Камень ваших народов Зиме оказались не совсем готовы В ходе вопительный сезон Традиционно Существуют порывы Которые Оперативно достаточно устраняются Несколько раз лично Уезжал на эти разрытия Устраняли? Лично не устранял Но в процессе участвовал Как наблюдатель Анатолий Насколько оперативно Люди все-таки Созваниваются с вами Пишут Не, ну нужно отдать должное Что да Устранение аварий И начальник Крым Коммунэнерго Вот выходные Там видели Что он находится на месте Старается все это ликвидировать Но проблема не в этом Проблема в том Что вот это все Надо было сделать летом До 15 сентября Все должно было быть Опрессовано Подготовлено И спокойно Войти в отопительный сезон К сожалению Получилось опять Как всегда Начались холода Все рвануло Рвануло все Где только можно И где даже никто не ожидал Но сети изношены Понятно Надо планировать Конечно Надо больше денег И все Анатолий Вы только что сказали Что у нас огромное количество денег Которые просто чиновники Не умеют расходовать Тоже проблема Тоже проблема Денис Не умеете тратить деньги? Ну не совсем Тут правильный подход Был что тратить деньги Но вот я опять на примере дорог Все таки объясню Действительно У нас по сути Пока то да сё Пока тендеры Бюрократические процессы Начали реконструкцию Дорожных полотен Только в сентябре Ну конечно Сначала нужно пройти экспертизу Как правило Экспертиза выявляет Некие замечания Эти замечания исправляются Повторно Где-то на экспертизу проект Конечно Несколько затянут Но Скорее Это вопрос все равно Планирование Понимаете Ну как бы Я бы видел бы Дороги Сначала надо было сделать Все дублирующие проезды Продумать Куда отправится Этот транспорт Просчитать транспорт Который Ну все графики Составить Потоки И когда бы сделали Параллельные какие-то улицы Там было бы Всё отремонтировано И потом Только переходить Главным магистралем Ну это нормально Это умный человек Так бы сделал По-хозяйски А у нас получилось Давайте вот то что налицо Опять давайте Вот эту магистраль сделаем Кирово перекроем И именно всё В центральном районе У нас есть другие улицы Которые Их сделать И сразу же Ну это как кровеносные сосуды Если их забить тромбами Да Лучше не станет Надо освободить Как можно больше Кровеносных сосудов Куда транспортные потоки Могли бы уйти А город К сожалению Пробить какие-то Дополнительные Может быть продумать У нас всегда две проблемы Да Я его сегодня озвучивал Дураки и дороги Обычно говорят Нет-нет-нет Дороги делают И дороги не делают То есть сначала Все жалуют Что дороги нет Делают Потом все начинают Жалуют Что дороги начали делать Мы встали в пробках Вот с Анатолиевым Отчасти согласен Отчасти Ну На практике Очень наверное Сложно это будет реализовать Поскольку Если подготовительный процесс Растянуть То мы Основную дорогу Не отремонтируем Наверное Нет Можно вопрос Кирово-Чехово Сети поменяли Кирово-Чехово 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 Перешли Ну все видели Что нет Нет То есть мы сейчас говорим О том Что дорожное полотно Поменяли А сети старые От Толстого Допустим Поменяли сети Восстановили Асфальтовое покрытие Да Знаем Что там Разрывать Буквально там Ближайшее Я надеюсь Лет 10 Не будем вспоминать Что там все Кирово заасфальтировали Молодцы Хорошо сделали Ну не очень хорошо Мы знаем Что там много грехов И с той же Доступной средой Для инвалидов Проблемы Потому что я не увидел Что бордюры уложены Так Ну дороги это не где-нибудь Но вот сети действительно Но сети Но сети надо было поменять Тоже Кирово Сегодня просто я был На радио У меня был звонок С улицы Чехова И житель задает вопрос Говорит Меняю дорогу Там Все подготавливали Говорит Ну у нас же сети Там гнилые Никто не поменял Это что На следующий год Опять скрывать будут Это нормально Можно сказать Что это умные люди делают Нет Ну я знаю Что меняют сети В районе площади Медхан Султана В настоящий момент Продолжается Прокладка В частности Губ вода Крыма Ведет эти работы До конца недели Должны закончить Но по улице Чехова К сожалению Не готов Если был звонок От местного жителя То он знает Что В любом случае Спасибо вам за честность Если что Обращайтесь к Анатолию Петрову Он всегда даст совет Абсолютно в любом направлении Мы с Денисом плотно общаемся И вот пусть он теперь Примет к себе На вооружение И проверит Почему там это случилось Господа Ну мы пришли к тому Что все-таки Каждым направлением Должны заниматься Профессионалы И желательно Чтобы эти профессионалы Выполняли работы в срок Хочется верить Что мы когда-нибудь Пусть к этому все-таки придем Вам спасибо за беседу Зрителям за внимание Увидимся завтра В это же время В прямом эфире программы Вечер лайф И обсудим то, что обсудим